Сто лет – это золотой возраст. Люди, которые смогли дожить до векового рубежа, достойны не просто уважения, а настоящего восторга и восхищения. На этой неделе 100-летний юбилей отметил Алексей Маркович Осьминко, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битве, житель хутора Колесники Маевского сельского поселения. На празднование дня рождения Алексея Осьминко собрались не только родные и близкие, но и представители власти. Тему продолжат наши корреспонденты. Алексей Маркович родился в прошлом веке, в 1915 году. За его плечами большой жизненный путь. Судьба Алексея Осьминко – это яркий пример героической судьбы целого поколения, совершившего трудовой и боевой подвиг. На его долю выпало немало испытаний – революция, гражданская и Великая Отечественная войны, суровые послевоенные годы. За боевые заслуги Алексей Маркович имеет награды – орден Великой Отечественной войны второй степени, медали за отвагу, за оборону Сталинграда, за освобождение Будапешта. В мирное время большую часть жизни он посвятил животноводству. Я в большинстве работал на скотоводстве, животноводстве. Скотником, чабаном работал 14 лет. На разных работах работал. Со знаменательной датой юбиляра поздравил глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин, работники администрации Майерского сельского поселения. Они адресовали имениннику немало тёплых слов, вручили памятные подарки и поздравления от президента России Владимира Путина. «Поздравляем с днём рождения, здоровья вам, благополучия, долголетия ещё. Он есть и по 120 лет живут, и по 130, правильно? Поэтому надо ещё пожить. Вы много сделали и воевали, и поднимали нашу страну, поэтому от души». Сегодня ветеран живёт с детьми и внуками, окружён заботой и вниманием родных. Свою уникальную юбилейную дату Алексей Маркович отметил в кругу родственников и близких людей. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».